расскажу сколько времени занимает каждый этап работы на этом этапе очень важно задать правильную геометрию для всей квартиры это сделано для того что почему так получается после того как мы сделали инженерную сантехнику очень важно сохранять при возведении перегородок не забывайте про течение 5-6 дней вы проливаете очень важно понять что на этом этапе еще можно добавить при устройстве стяжки не забываем про потому что с той стороны у нас кухня если мы его утопили был бы риск вот такой инженерный ремонт у нас получился по техническому дизайну от алексея земского всем привет сегодня покажу вам инженерный ремонт по техническому проекту от алексея земского в квартире площадью 130 квадратных метров в жилом комплексе богородский сейчас вам подробно расскажу про состав работ их последовательность а также расскажу сколько времени занимает каждый этап работы на любом объекте работы мы начинаем с подготовительных работ это монтаж временного освещения укрытие пленкой окон а также входной двери и мест общего пользования после подготовительных работ мы приступаем к монтажу перегородок на этом этапе очень важно задать правильную геометрию для всей квартиры а также для каждого помещения в частности практически все углы в этой квартире 90 градусов эти стены параллельно и вот эта стена в комнате параллельно этой эта стена параллельно этой здесь все углы у нас 90 градусов это сделано для того чтобы при укладке чистового напольного покрытия не было никаких подрезок по стенам и чтобы ваше напольное покрытие смотрелось максимально корректно и по умолчанию мы делаем 90 градусов в гардеробной ванне в туалете и в зоне кухни здесь тоже у нас будет небольшой шкаф поэтому здесь тоже у нас 90 градусов и в целом если вот мы сейчас стоим в гостиной это стена у нас параллельно вот этой стене после возведения перегородок приступили к механизированной штукатурки посмотрите здесь у нас слой 3 сантиметра здесь порядка двух сантиметров это у нас сечение стены между в ванной и гостиной почему так получается не всегда при помощи перегородок можно сделать углы 90 градусов там где вам это необходимо поэтому уже на этапе штукатурных работ вы финализируете свою геометрию и делаете углы 90 градусов там где вам это необходимо при возведении перегородок не забывайте про базальтовую сетку для того чтобы армировать вашу кладку чтобы избежать появления трещин нашем случае мы армируем каждый ряд после завершения штукатурных работ дайте отдохнуть штукатурки неделю она даст влагу наберет прочность если вы сразу приступите предположим к электромонтажным работам или сантехническом есть риск что ваша штукатурка отвалится при штраблении после штукатурных работ мы приступили к монтажу черновой сантехники водомерный узел мы собрали в санузле вот посмотрите как это получилось сделали его на меде здесь у нас коллектора на холодную горячую воду проточный водонагреватель магистральные фильтра система защиты от протечек редуктора давления от производителя фар и вот чуть ниже фильтра тонкой очистки от аналогичного производителя водные краны у нас расположились здесь это производитель линдром мы с вами знаем что в квартиру заходят две трубы отопления это подача обратка но в этой квартире немножко все по-другому посмотрите как выглядит узел отопления в этой квартире у нас две подачи две обратки в классическом варианте это всегда только две трубы в данном случае 44 коллектора отопления 6 приборов отопления и один коллекторный шкаф естественно если меняете отопление то делайте выводы ваших приборов отопления истинные ни в коем случае чтоб ничего и стяжки не торчало никаких хромированных трубок только вот боковое подключение и стены для ваших приборов отопления после того как мы сделали инженерную сантехнику мы приступили к устройству мокрой стяжки мокрую стяжку мы делаем из пескобетона марки м300 замешиваем его с водой очень важно сохранять пропорцию то есть на один килограмм смеси уходит 150 170 грамм воды стяжку мы делаем по маякам вот видите еще остались следы после того как мы вытаскиваем маяки и затираем раствором в течение 5-6 дней вы проливаете стяжку и держите ее под пленкой это очень важно чем дольше ваша стяжка проливается и находится под пленкой тем меньше вероятность что она потрескается при устройстве стяжки не забываем про демпферную ленту по периметру это очень важно чтобы у вас была стяжка плавающая и не соприкасалась со стенами посмотрите мы ее подрезали уже чтобы было красиво вот вы можете ее видеть между стяжкой стеной есть дефирная лента вот так выглядит пескобетон который мы используем это пескобетон марки м300 производитель россиан граммовка у них идет 40 килограмм один мешок закончили устройство мокрой стяжки проливали ее 5-6 дней после чего уже можно приступать к электромонтажным работам электрику мы делаем серый пвх гофре по потолку используем кабель ввг нг лс гост от производителя комфорт сейчас я вам покажу этот кабель посмотрите на его толщину внутри есть специальный заполнитель и после того как мы смонтировали всю электрику покупаете самые дешевые розетки и выключатели и при помощи них тестируете всю систему так вы можете проверить как у вас организована работа освещения на объекте очень важно понять что на этом этапе еще можно добавить пару розеток и выключателей потому что чуть позже это уже будет немножко дороже и немножко дольше приходите на черновом этапе в себе в квартиру смотрите где вам нужно добавить розетки где выключатели то есть можно уже на местности понять как у вас будет организована система освещения и система электропитания электрический щиток у нас расположился в шкафу здесь будет шкаф где будут спрятаны все инженерные коммуникации отопления и электроснабжения обычно мы электрический щиток делаем встроенный но в данном случае накладной потому что с той стороны у нас кухня если мы его утопили был бы риск того что при монтаже кухни попадут и в наши кабеля и в наши автоматы вот такой щиток мы собрали чуть позже ближе к финишу мы наклеим специальные наклейки для того чтобы можно было определить какой автомат за что отвечает теперь про сроки каждого этапа я буду говорить про данную квартиру площадью 130 квадратных метров возведение перегородок 5 рабочих дней плюс завоз материала вынос мусора в целом это занимает 8 рабочих дней то есть полторы недели следующий этап то механизированная штукатурка стен чистыми работа выполняется 6 дней плюс доставка материала и вывоз мусора то есть это получается две недели дальше у нас неделя для того чтобы штукатурка высохла отдала влажность набрала прочность мы приступаем к монтажу черновой сантехники это у нас и замена отопления и монтаж водоснабжения работы выполняются две недели на такую площадь плюс доставка материала плюс вывоз мусора после сантехнических работ мы приступаем к устройству мокрой стяжки чистой работы 7 рабочих дней плюс вынос мусора плюс доставка материалов и получается около двух недель после того как вы закончили с мокрой стяжкой приступаем к электрике если есть понимание по проекту вы знаете что вы хотите то чистых работ это 10 дней доставка материала вывоз мусора это порядка двух недель вот такие вот сроки на этапы по инженерному ремонту на квартире площадью 130 квадратных метров плюс мы работаем еще по техническому проекту от алексея земского где достаточно ясно и четко прописано что нужно делать и в какой последовательность это тоже влияет на скорость работ если у вас проект либо вы работаете без проекта и уже по месту строителям говорите что нужно делать вот такой инженерный ремонт у нас получился по техническому дизайну от алексея земского все ваши вопросы пишите пожалуйста в комментариях либо по номеру от сап который я оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели эти тролли до конца всем пока